здравствуйте товарищи друзья подписчики случайный зритель это видео сразу говорю будет про калину гранту но про передний привод именно на автомате четырехступенчатый джатка с коробкой просто я посмотрел я снимал видео про этот автомобиль интересуются смотрят что хочу сказать автомобиль 2020 года лето моего взяли катается на нем супруга проехала 3000 километров смотрите поставил зимнюю тигар и размер 185 65 на 15 то есть профиль не 60 65 я когда брал конечно думал что будет задевать вот так как у меня стоят двойные подкрылки то есть стоят заводские подкрылки мягкие плюс я поставил пластиковые подкрылки когда резину установил и давление было где-то 2 и 3 накачано то есть на чуть повыше руль немножко до упирался было то что она задевала стравил до 2 1 и 8 сейчас ничего не задевает в нагрузке автомобиля едет отлично резина липучка мы всегда ездим на липучке вот такие диски заказывал с мост автошины вот пришли заказывал летом скидки были хорошие ладно давайте по посадке по посадке это здесь не как в ними то есть расстояние маленько где получается одна нога залазит здесь полноценно очень удобно в этот автомобиль садится то есть раз и смело уселся так ключ напомню такой выкидной здесь что здесь прикольного автомобиль сжигание включаешь все загорается сразу и светится до тех пор пока ваш автомобиль не заглушить до этого который автомобиль был у нас калина вот такого не было только когда включаешь габариты стоит усилитель руля 3430 километров вот на данный момент смотрите я сижу то есть если сиденье отодвинуть я метра 82 то есть человек где-то метр девяносто примерно еще у меня над головой и запас принципе может смело здесь есть сейчас сяду как мне удобно но сзади меня уже никто не сядет это у нас автомобиль лифтбэк называется вот так вот примерно все это выглядит ну что пристегиваемся просто покажу посмотрите какие обороты как работает вообще автомат автомобиль теплый все трусник снимаешь парковка задняя нейтраль драйв 21 то есть если это кого-то там надо буксировать первую на второе включаешь и едешь коробка не будет переключать дальше то есть драйв включаешь на циферблате вот написано смотрите драйв один то есть он показывает какая передача на данный момент лично ну что поехали смотрим по зеркалам сейчас мы поедем по удачному массиву так вот смотрите сок 10 километров в час переключился на вторую передачу вот этого просто автомат автоматически будет переключать передачи автомобиль мягкий тихий так сколько мы едем где-то при 30 на 3 переключился автомобиль потом сейчас значного массива выйдем тут дорога плохая вот заодно и посмотрите послушать вот здесь вот по ссылочке можете пройти посмотреть где я рассказывал когда по трассе ехал на этом автомобиле вот он едет на 3 передач едем и 40 километров в час но потому что дорога найти плохая постоянная яма здесь людей живет в дачном массиве очень много автотранспорт ездит и грузовой и легковой вот люди строятся автомобили ездят большие тяжелые возят пгс ну естественно дороге сами видите что все дороги разбиваются просто-напросто свое время когда дороги здесь строились не было предусмотрено что такое количество автомобилей будет ездить вот посмотрите дома какие строят у нас 10 кафе у них ну то есть полноценный такой коттедж поселок со временем здесь получится и вообще люди у нас конечно это расташе 3 город оренбург это типа центральной улице но дорога сами видите что дорога отвратительная сейчас дачный массив закончится да мы выйдем на нормальный асфальт там прокатнемся едем магазин яро мерлен будет так называется до этого момента вам попробую рассказать про автомобиль по поводу резина липучки который на данный момент стоит резина она не мягкая не жесткая такая средняя поставили буквально километров 400 назад просто когда был снег у нас выпадал приличный снега все расставило все подсохло сейчас даже охрана наша вот сами видите смотрите сколько автотранспорта едет сейчас что какой день дельта вторник сегодня движение идет 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 хотя сегодня какое 3 ноября не знаю когда это видео выйдет по поводу резины ездим всегда на липучках в основном потому что и катаемся в городе вот то на дачу приезжаем принципе липучка нас всегда устраивала калина 2 универсал который у нас был который мы продали тоже есть видео можете по ссылочке посмотреть вот 65000 по моему на нем супруга проехала проблем никаких не было тоже двигатель 16 16 клапаны стоял здесь тоже ребята напомню что двигатель 16 16 клапаны коробка автомат фирмы джатко 60 километров в час четвертая передача вот внешний вид панель на двери есть регулировка зеркалами всеми четырьмя дверями стеклоподъемники вот можно заблокировать открывание стекла на сзади и блокировка центрального окно изнутри вот это все блокируется пока еще удачный массив выезжаем здесь дорога вообще у нас плохая потому что туда идут расташинские пруды туда большее количество автомобилей ездит грузовых все дороги выбивают особенно весенний наверное края сыра грунт сырой и от больших машин просто-напросто асфальт разлазеется в некоторых местах так ну ладно катимся катимся смотрите дальше потом динамику немножко по городу расход посмотрим вот город оренбург впереди наша дача находится примерно 12 километров от города оренбурга то есть живем в степном и вот отсюда буквально 12 километров наш садовый участок находится откуда мы на данный момент и едем вот здесь вот каждый год ремонтирует но все разлазится он смотреть как выдавливает ну а дальше вроде асфальт будет нормальный хороший посадка в автомобиле удобная я сравниваю с нивой давайте то что у меня есть автомобиль есть автомобиль калина лифтбэк автомат как гранта вот так гранта у калина гранта автомобиль один и тот же кузов тот же просто сделали так сказать новую модель а база одна и та же а вот все мы выезжаем ну что смотрите 2 газ пол давлю перекидывает на первую передачу при пяти с половиной тысячах оборотов он переключил не на третью передачу сейчас посмотрим что то есть набирает скорость вообще изумительно ребята 120 на 3 передачи он еще едет 5 тысяч оборотов 130 то есть автомобиль будет тянуть до примерно пяти с половиной тысяч оборотов переключаться это когда в режиме драйва то есть газ пол надавил он давит 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 набирает обороты переключается ну и сами видели что в принципе короткий участок дороги 130 легко набрал ничто переключать не нужно как на механической коробке передач ничего дергать не нужно вот мы выехали на кольцо смотрим автомобили слева будет дырочка мы поедем но вот это кольцо развязку сделали вот руки свободная газ надавил все она поехала а в чем хороший автомат ребята не нужно постоянно переключаться очень удобно вот сейчас супругу попрошу расскажет уже сколько лет даже ездишь на вообще на автомобиле с автоматами той у нас машине сколько лет был пять лет примерно да меньше тринадцатого года сейчас девятнадцатый пять лет ты ездила на той машине и вот сейчас на на это машине ездишь расскажите как тебе вообще на автомате есть не суетишься спокойно в режиме города не надо переключать может быть замечали замечаешь когда пересаживаешься с механики механики что же люди привыкают не замечают переключение скоростей здесь вообще ничего делать спокойно вот уроки свободно ребят на любом перекрестке притормозил спокойно поехал нет напряжения вообще нет напряжения все время плавно едешь я вообще такой спокойный водитель предпочитаю сплавное вождение не тормоз а именно спокойно проблем нет если не в час пик вообще получаешь одно удовольствие от плавности очень удобный автомобиль очень мне нравится за такие деньги до автомобиль нам обошелся в этом году шестьсот 90 по моему 1 2 тысячи примерно это максимальная комплектация там все сделали да там система скидок была и в эти скидки мы все что надо сделали дополнительно обработали все что надо сделали все равно 690 очень мягкий свободный да ребята здесь вот стоит но если вы посмотрели по ссылочке видео здесь на лобовом стекле установлена подогрев лобового стекла идет такая мелкая проволочка но на этом автомобиле нету датчика дождя датчика света хотя максимальная комплектация датчик света мне ни разу да он не нужен не нужен ну датчик дождя я хочу попросить чтобы мне муж поставил датчик дождя это можно говорят можно подъехать и установить потому что это тоже такой оказывается плюс не надо вообще переживать что-то там какие-то капли они тут же смахнулись когда появились это да а датчик света я ни разу честно говоря не пользовалась нет необходимости но вот смотрите колодцы видите подсвечивается этот но вот 20 2020 года и вот такая вот тема стала очень удобно то что всегда колодцы подсвечивается вот сейчас едем вообще спокойно просто показываю вам как автомобиль едет прижиме города но тут режим города просто километра три прямо надо проехать пробок никаких не будет видим четвертая передача показывает д4 на улице у нас плюс 7 вот 800 оборотов примерно и 60 километров в час на 4 передачи катится так расход расход я уж тут забыл как смотреть о 83 градусов двигателя бортовой напряжение двигателя 14 так до заправки 317 так это чем мгновенный показывает а вот расход мгновенной 394 это мы на 3 едем полторы тысячи оборотов а вот смотрите средний расход ровно 10 литров показывает говорю я на этом автомобиле не езжу ездит супруга она ездит как бы спокойно не горцует вот расход автомат режим город потому что по трассе супруга не ездит в основном город работа там школа дом вот постоянно и принципе утром едет час пик определенные вечером выезжает тоже час пик вот просто работает одна нога правая на автомате притормозил стоишь на тормозе держишь все не надо ничего делать пешеходный переход кстати здесь есть функциях которые тоже круиз-контроль и вообще не пользуюсь но круиз-контроль да и в городе с ним не покатаешься по трассе вот смотрите раз газ нажал все и мы едем сам переключается чем сильнее нажимаешь мозги сами определяют как ты едешь сильно давишь значит он будет набирать будет естественно больше впрыска бензина и будет естественно расход больше вот в таком режиме в плавном набирает скорость быстро мягко вот 70 полторы тысячи оборотов на 4 катимся вот напишите в комментариях вот если у кого есть такой автомобиль возможно в такси какие проблемы были вот этих автомобилей на данный момент пока мы даже на то не ездили потому что в сервисной книжке написано что нулевое или первое то 15 тысяч если у вас 16 клапанный двигатель если у вас 8 клапанный двигатель по моему надо с двух до трех у них появится отрегулировать зазоры клапанов сейчас будем разворачиваться вот мы живем в степном кто знает кто живет оренбурге и дача у нас тоже то есть мы выезжаем с города выезжаем вот на такую трассу и до дачи то есть без каких либо относительно пробок кто живет в центре города ребят я вам не зовет честно говоря вы живете постоянных коп просто и да как вот надо жить так выехал раз раз выехал чтобы спокойно вот по таким дорогам есть они пробках стоять утром это вообще беда где-то какая-то авария тоже вот такой краткий обзор сами посмотрели вот в реальности ничего и вырезать не буду вот как файл идет так вам его и вставлю ставьте лайки ребята там подписывайтесь на канал будет что будет интересно с этим автомобилем буду снимать и буду выкладывать вот очень удобно очень удобно мы брали как раз специально заказали автомат хотя знаете что автоматы сейчас уже не устанавливают на автомобиле ставят в основном вариатор вот так вот мы приехали магазин здесь вот такой большой тут и лента и м-видео вот нам нужно туда лера мерлен большой магазин оденем маски перчатки и пойдем в общественное место ребят берегите свое здоровье одевайте маски потому что сожалению коронавирус вещь такая я тоже думал что все это фейки на самом деле все это есть все очень опасно вот люди приезжают затаривается вот так вот лера мерлен все давайте будьте здоровы не болейте пишите комментарии подписывайтесь давайте пока пока ребята